МИГРАНТЫ Наверное, чуть-чуть меньше, чем первый. Вообще, в мире насчитывается около 300 миллионов мигрантов, чуть меньше. То есть, это люди, которые живут не в стране своего рождения. И количество мигрантов постоянно растет. И среди них, наверное, тоже плюс-минус свыше полтора миллиона граждан, покинувших Молдову. Надо отметить, что мигранты очень выгодны для стран, принимающих их. Согласно исследованию Международного валютного фонда и Мирового банка, увеличение числа мигрантов на 1% приводит к росту доходов населения, вот в той стране, где они находятся, на 2%. Более того, есть подсчет, что при увеличении численности мигрантов на 3%, в развитых странах глобальный ВВП к 2025 году вырастет на 356 миллиардов долларов. Это с одной стороны. А с другой стороны, я хочу вас удивить. Исследования показывают, что массовое возвращение мигрантов в страну-донор создает проблемы. То есть, когда мы говорим, что мы вернем всех мигрантов, мы не понимаем, к чему мы можем привести Молдову. Есть расчет по Ямайке. При возвращении мигрантов население Ямайки вырастет примерно на 30%. Оказалось, окей, смотрите, на 30%. При этом уровень доходов снизится на 7%. Такой приток рабочих сил не компенсирует тот эффект от денежных переводов, которые подпитывают экономику. Поэтому к возвращению мигрантов, их надо возвращать, но надо относиться очень серьезно. И об этом чуть ниже я скажу. Ну, как бы знаменитое выражение «чемодал, аэропорт, весь мир». Ну, чуть-чуть я его переделал, но по-другому нам известно. Согласно опросам, каждый седьмой гражданин Республики Молдовы намерен в ближайшие три года покинуть страну. Из них треть желающих эмигрировать в возрасте до 34 лет. Ну, самое такое работоспособное население. И лидером желающих уехать является Кишинев. Давайте поговорим о минусах миграции и плюсах. Причем минусы для страны, а плюсы для власти. Для любой власти. Минусы. Общество демографически стареет. Потому что, как правило, уезжают люди в таком работоспособном возрасте. Остаются дети и старики. И количество стариков, особенно пенсионеров, растет очень быстрыми темпами. Разделение семей. Это трагедия. Очень серьезная трагедия для многих. Утечка мозгов. Люди получают образование в Молдове, а уезжают в другие страны. Причем и среднее образование, и высшее образование. То есть, на самом деле, это большие инвестиции в другие страны. Потому что Молдова тратит деньги на образование для этих людей. А потом они уезжают, и их мозги и руки работают уже на другую страну. Это поляризация в обществе. Ну, я говорил, вот, социально особенно поляризация. Это уменьшение волевых качеств общества. Потому что уезжает, как правило, пассионарная часть общества. Наиболее активные. Люди, которые готовы рисковать, что-то искать. Углубляется в обществе апатия и депрессия. Но это тоже связано с возрастным составом общества. Ну, и ослабевает экономическая и общественная активность. Это действительно очень значительные минусы. Ну, а какие выгоды для властей, вы спросите? Я повторяю, для любых властей. В обществе многие считают, что власть даже готова пошрять выезды людей. Что власть только выигрывает от иммиграции. Я помню, от миграции населения, от выезда. Я помню, когда по инициативе Воронина ввели вот это двойное-тройное гражданство. Ну, многие рассуждали, а почему вдруг Воронин решился на это? Ну, и были разные, так сказать. Одни говорили, что там с одной стороны на него повлияли, заинтересовали его. Потому что эта страна находилась в таком опасном состоянии. Она постоянно в опасном состоянии находится. И в случае военных действий многие хотели на время выезжать в Молдову. А для этого надо было тут прикупить землю. А землю иностранцам не разрешают покупать. И многие хотели получить молдавское гражданство. Ну, сохраняя при этом гражданство другой страны. Но есть и другая точка зрения. Что принятие вот этого закона должно было привести к тому, и оно в конечном итоге привело, что очень многие легально смогли получить румынское гражданство. И свободно выехать работать в Европу. И такая наиболее активная пассионарная часть общества, которой коммунисты немножко побаивались, она выехала из страны. Я не знаю. Может быть, обе точки зрения правы. Может быть, обе точки зрения не правы. Но в обществе как бы существует такая точка зрения. Потому что вот отъезд приводит к ослабеванию оппозиции. Ну, я повторяю, наиболее активная часть общества покидает страну. Решается вопрос безработицы. Потому что чем больше жителей, тем больше безработных. А так легче устроиться. Оставшиеся живут, многие оставшиеся за счет тех, кто уехал. Потому что постоянно пересылают сюда деньги. И по подсчетам, есть разные подсчеты, за все вот это время нахождение Молдовы как независимой страны, не менее 30 миллиардов поступило со стороны тех, кто выехал, но продолжает помогать своим родственникам. И на что еще обращаю внимание, что когда уезжают, социальная ситуация в стране, ну, как бы нет такого больше напряга. Потому что именно безработные люди очень часто активно выступают. Денежные переводы, это тоже плюс, оказывают воздействие на снижение уровня бедности части населения. Ну, на решение проблем образования могут платить за образование, проблемы здравоохранения. Давайте поговорим с вами о возвращении мигрантов. Как я уже сказал, массовое возвращение, ну, оно невозможно, оно невозможно по сути, потому что, ну, представить себе вот тот миллион, который, допустим, сейчас заходится, или больше, или меньше, вдруг вернется. Это абсолютно нереально. Но это и нереально обеспечить их рабочими местами. Если бы вдруг по каким-то причинам люди начали возвращаться, я не знаю, что произошло бы в Молдове. Но, во всяком случае, не смогли бы обеспечить работы, вспыхнули бы недовольство, волнение. И, в общем-то, я думаю, каждая очередная власть слетала бы очень быстро. Поэтому необходимо какое-то точечное, постепенное возвращение какой-то части населения. И вы знаете, в этом плане есть мировой опыт. Не надо колесо изобретать. Очень хорошо работают в Мексике с мигрантами, которые выезжают в Соединенных Штатах Америки. Какая-то часть из них возвращается, создают свой бизнес, или под них создают рабочие места, так как они получили необходимую квалификацию в Соединенных Штатах Америки. Турция. Вы знаете, очень многие турки работают в Германии. Тоже они сыграли очень большую роль в возрождении Турции. Во-первых, они сами получили хорошую квалификацию. Во-вторых, они в Германии нашли инвесторов, которые вместе с ними пришли в Турцию. Но вы знаете, очень активно работают с мигрантами Китай, особенно с теми людьми, которые получили образование в Соединенных Штатах Америки, в других странах. Им создают необходимые условия, чтобы они возвращались в Китай. И все это играет значительную роль в развитии экономики вот этих стран, которые я назвал. Ну, в Молдове мы не видим такой целенаправленной, целевой работы. Какие мотивации возвращения мигрантов? Ну, есть две мотивации такие, очень мощные. Первая – это притягивающие факторы. Ну, притягивают тоска по родине, дети, родители. Это такой, как бы, гуманитарный фактор, моральный фактор. Я не знаю, как его более точно назвать. Да, да, какая-то часть не выдерживает, хочется вернуться в страну, где родились, где родной язык. Но это не такая уж и большая часть. Есть те, которые привлекают возможность свой бизнес затеять на родине. Ну, вы знаете, есть программа «1 плюс 1». Кажется, в нее вложили уже где-то за все эти годы около 200 миллионов долларов. То есть, если те, кто возвращаются, вкладывают, условно говоря, свои 5 тысяч долларов, власть должна тоже вложить 5 тысяч долларов под какие-то проекты. Я, правда, не знаю, есть ли ограничители для власти, для государства по сумме. Ну, многих это привлекает, потому что они находят там какой-то интересный проект и возвращаются, чтобы его реализовать. И тут еще и помощь государства. Новые рабочие места. Понимаете, если власть привлекает инвестиции, если создаются новые рабочие места, где нужны люди, которые имеют опыт, профессиональную подготовку, то их можно привлечь. Что, смотрите, под вас создаются рабочие места, приезжайте, вы будете тут неплохо зарабатывать. Но, во-первых, пока у нас очень мало создается таких рабочих мест. Я имею в виду высокооплачиваемых. Потому что все то, что создается в этих свободных экономических зонах, промышленных зонах, они там, да, устраиваются люди, работают, но там не очень высокие зарплаты. И тут надо понимать еще, что и нету связи с мигрантами. Мы вообще очень мало представляем, что это за люди, которые находятся за пределами Молдовы. Какая их квалификация? Как найти этих людей? Это очень серьезный вопрос. Я ниже чуть-чуть скажу на это пару слов. Теперь поговорим о выталкивающих факторах. Это трудности для тех людей, которые живут в той или иной стране. Они разные. Может быть, какие-то законы там принимаются. Может, какие-то карательные меры по отношению к ним принимаются. Но, во всяком случае, они чувствуют себя неконфортно в этой стране. И появляется желание вернуться на родину. Ну, бывают и другие. Вот когда была пандемия, какая-то часть на время вернулась в Молдову, чтобы тут как бы в родном доме пережить вот эти сложные моменты. Поговорим о работе с мигрантами. Точнее, об отсутствии такой работы. Когда у нас появляется интерес к мигрантам? Во время выборов. Мы начинаем их окучивать. Мы начинаем говорить, какие они прекрасные. Как мы по ним тоскуем. Как мы жаждем их возвращения в Молдову. Давайте, возвращайтесь, вы нужны Молдове. Но это общие слова. За ними, как правило, ничего нет. Со стороны всех политиков, которые их говорят. Потому что, на самом деле, сразу после выборов интерес к мигрантам падает. И вспыхивает только, когда начинаются очередные выборы, когда нужны голоса мигрантов. Причем выборы или президенты парламента. На местных выборах их трогать не будут. Что нужно делать? Действительно, нужно запускать какие-то бизнес-проекты с высокооплачиваемыми рабочими местами и точечно приглашать мигрантов, которые способны там работать, выполнять те или иные высокопрофессиональные функции. Для этого надо иметь какую-то базу данных этих людей. Нужно предложить инвестиционные проекты. Когда говорят мигрантам, возвращайтесь, вкладывайте деньги в бизнес. Ну хорошо, вы их зовете. Покажите эти инвестиционные проекты, куда они могут вложить сами деньги и пригласить тех людей, с которыми они работают за границей, которые им поверят. Где эти инвестиционные проекты? Тысячу раз уже говорю, уже, наверное, надоел телезрителям этим, но власть это не слышит. Где инвестиционная карта Молдовы, разбитая по районам, по населенным пунктам? Нету этого, что трудно сделать. В общем, мы ничего практически не делаем, чтобы вот создать систему возвращения мигрантов. Землячество. Вы знаете, я разговаривал со специалистами в этой области, и они обратили внимание, что очень хорошо иногда работают с мигрантами землячество. Вот, понимаете, те, кто уехали с Молдовы, они тоскуют не абстрактно по всей Молдове, они очень часто тоскуют по родному дому, по тому населенному пункту, где они родились, по тем друзьям, по тем воспоминаниям. И, кстати, очень много случаев в Молдове, когда эти люди, добившись чего-то там, помогают своему родному селу или своей родной школе, что-то делают, или там какой-то сквер построят, или что-то еще другое, или купят спарты там, или спортивное снаряжение для школьников. Это очень хороший момент для наведения мостов с этими людьми. И надо в каждом населенном пункте создать вот такое землячество. Ну, может быть, даже в масштабе Молдовы надо создавать землячество, там, допустим, тех, кто родились там в каком-то районе, и затем подключать к этому землячеству тех, кто выехал за пределы Молдовы. И потом среди вот земляков распространять какие-то инвестиционные проекты, что вот можно вот это в вашем родном селе или в вашем родном районе реализовать. Даже если потом поменяются районы, станут больше, все равно это будет родной очаг, это будет родная земля. То есть надо делать что-то в этом направлении, то есть создавать государственную систему. Этого у нас, к сожалению, нет. Нет дифференцированного подхода к диаспоре. Нет подхода по привлечению их знаний, их ноу-хау, полученными ими. Потому что, вот говорят, они не приезжают. Да, они сразу не приедут. Но почему бы министерствам не обратиться, что вот нам нужны специалисты в такой-то области. Давайте мы дистанционно будем с вами работать. Давайте вы предложите нам какие-то свои рекомендации по решению тех или иных проблем. Вы наработали, у вас есть какой-то опыт там нахождения в Соединенных Штатах Америки, в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, Израиле, России и других странах. Но этого нет. Возможно, если бы таких экспортов привлекали, какая-то часть потом из них и вернулась бы для реализации тех или иных проектов. Ну, ничего не делается. Слушайте, ну хватит просто говорить, мигранты, мигранты, возвращайтесь. Давайте наладим нормальную работу с этими людьми. Это золотой запас Молдовы. Я повторяю, это то, что может принести, и уже приносит, но приносит как денежные переводы, но может и как руки, и как интеллект принести пользу Молдовы. Только надо учиться работать с этим. Надо наладить эту работу. Давайте вместе думать, как решать эту проблему. Ждем комментарии на эту тему. Подписывайтесь. Давайте будем расширять круг друзей АВА-ТВ и вместе работать на страну. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова